Друзья, добрый вечер, с вами Квантум и Джонни, и сегодня крафт. Нечто безумного, нечто классного, дорогого и прекрасного. Хео, сап, ребята, всем привет. Сегодня я расскажу вам, я прям сейчас сам, смотри. Ты не смей спойлерить, потому что... Мудила, уже близко, но я думаю, вы все поняли. Сейчас такая играет, представьте, красивая классическая музыка. Я вам показываю прекрасный Посейдон, и вы представляете, вы знаете, что мы с него будем делать? Мы сегодня будем крафтить. А ну-ка, Джонни. Итак, Посейдон у нас находится под водой, значит, он там король, там все дела, и он будет себе крафтить вот такую вот Медузу. Вот этот вот Посейдон своими руками. Как же ты долго это, блин, выговаривал? Надо просто, знаешь, надо предварительные ласки подписчикам, чтобы они вот так плавно-плавно... Хорошо, плавно мы перешли предварительные ласки, ребят. Мы сегодня крафтим Медузу с этого вот Посейдона. Он стоит 7 тысяч, но и на вот эти вот принцессы-пустоши у нас ушло, грубо говоря, 2 тысячи рублей. Итого... Данил, знаешь что? Мне кажется, в нашей жизни нужно что-то менять. У тебя постоянно эти принцессы, в следующий раз нужно что-то другое. Ты понимаешь, потому что это такое, знаешь, более-менее стабильное, хорошее оружие, которое стоит мне относительно недорого, и с них пушки не платят. О, кстати, смотри, что у меня есть, нифига себе. Давай, давай, давай сегодня как раз-таки поменяем, Данил, потому что мне кажется, что все из-за вот этих вот принцесс. Они реально уже по горло сидят и не дают скорость нормальной оружии. Да гипноза одна штука, 900 рублей стоит, ничего, ага. А что выпадет? Ну, посмотри, удар молнии выпадет. Ну, удар молнии с него выпадет. И они еще прям с завода гонишь, что ли, а посейдон немного поношенный. Это почти 50-50 контракт, смотри, удар молнии будет стоить где-то, ну, может быть... Три тысячи. Доллар. Три тысячи. Ладно, ладно, давай с их принцессой. Вот, ребят, как нужно людей уговаривать, с аргументов начинать. Три тысячи, и все, ему сказать больше нечего. Не, разве ты удар молнии три тысячи стоит? Да, удар молнии прямо завода стоит, ну, может быть, три, ну, максимум шесть тысяч. Если я ошибаюсь, он стоит не три, он стоит шесть тысяч. Знаешь, вейперы делают всякие приемчики вот этими кольцами, короче. Есть один прием под названием Медуза. Мы все отправили в контракт обмена, у нас есть вейпер, у нас есть медузки, которые пускают вейпер. И, ребят, это все символизирует то, что нам сегодня выпадет. Медуза, спаси Дона, наконец-таки долгожданная. И вот мы ее так долго ждем, что нам сейчас выпадет какой-нибудь облом или дракон. Это все из-за принцессы, я просто... Короче, моя остановочка, пока, Джонни. Кстати, прям с завода выпал, нормально. Принцессы же были прям с завода, эта хрень прям с завода выпала. Ну, что, не фартануло, не повезло, пацанам. Ну, ребят, мы не унываем, мы продолжаем. И сейчас будет кое-что интересное. Ребят, ну что же, мы продолжаем играть на сайте forcedrop.net. И знаете что, сегодня мы с Джонни замутим нашу лью... Да-да-да, вы поняли, нашу любимую стратегию. То есть, мы окупим наш баланс, мы откроем случайный нож, мы откроем множество классных кейсов. Мы, возможно, их окупим, мы заберем все самое классное, вкусное, и о себе будем довольными. Вот. Вот, а это самое значит, да, тайная. У нас на балансе есть 6900, 6597, это очень хороший баланс, мы продали то, что у нас было, и мы можем... Кстати, премиум кейс, 6800, на него совсем не хватает, полшишечки, блин. Но, это сейчас будет хуже. А что с него выпадает, значит, премиум кейса? Ну, перчатки, перчатки, ножи, ну да, кстати. Ну, знаешь, ножи, ножи, вот видишь, там говены, два ножа таких, выделяется прям. С чего начинаем? Смотри, есть кейс квантума, давай, о, кстати, кейс квантума, нормас. Давай откроем кейс квантума, посмотрим, что с него нам выпадет. Смотри, пока же неплохие стволы пролетают. И, давай, пожалуйста, просто... Давай, породил этот кейс, ты его и уничтожишь. За... Ой-ой-ой, хотя бы, хотя бы воздушный шлюз за 88 рублей. Давай еще раз его откроем, продаем. Хорошо. Жалко, если нет быстрого открытия, да, так можно было просто по-фасту открывать и угорать с этого. Ну, ты можешь, конечно, сливать от твоей страницы. Так, вот так смотреть. Можешь себе в профиль залазить и сразу смотреть, что ты у него. Ой, серьезно, ну зачем так издевать? Хорошая, очень хорошая, отличная. Сколько стоит? Почему падение кара? Потому что с него крафтится что-то дорогое. По-моему, медуза. Медуза, да, кстати. Посейдон с него крафтится, ребят. Вот, следующее видео, мы знаем, что мы будем крафтить постепенный крафт. Вот таким вот образом мы скрафтимся. И знаете что? Медузу мы скрафтим, да. Так, продавать мы его не будем, мы его заберем себе. Пока что вообще жирно, просто прекрасно, ребят. Открываем случайная тайна, кстати. Давай посмотрим, что холл кейс? Почему он 5 рублей стоит? Холл кейс, это дуй дыра, да? Ну и дыра. О-о-о, ну и дыра. Охренеть. Да, ну и дыра просто. Мы это не будем открывать, не хочу, страшно там что-то. Так, открываем случайная тайна, поднимаем баланс. Открываем, поднимаем, фу, что-то, короче, заплитык. Да, мы уже подняли баланс на самом деле. Нет, ну это мы заберем, это жалко продавать, мы что-то выбьем хорошее, продадим. Это, пожалуйста, стой огонь чантика. А, подожди, он не окупился. Вообще, это говяны, поцарапаны, значит, в МК Ролл. Сильно поцарапаны, кейс у нас стоит 800 рублей, он по скидке, но мы не окупились. Ну ладно, попробуем и еще раз откроем, мы будем надеяться на то, что нам что-то выпадет хорошее, яркое, классное, искристое и прекрасное. Мы всегда на это надеемся. Ну да, но выпадает, как всегда, дичь какая-то, потому что надеемся. А давай мы в кое-то веке не будем надеяться, вот сейчас реально, мы просто... Все. Смотри, да мне вообще пофигу на то, что выпадет, мне вообще плевать, я здесь просто так пришел посмотреть. Мы не знаем, что говно выпадет. Да, да по-любому сейчас фигня выпадет какая-то, вообще мне пофигу, ну фигня и фигня. Ну, подумаешь, коровь в воде за 2000. Блин, что-то дешевая такая. Ну да, хотя бы покупилась. Но мы хотя бы уже не расстраиваемся, потому что мы думали, что это говно. Я не брошу делать до тех пор, пока мне не выпадет что-то хорошее, 1000 за 3. Блин, по-любому, немножко хватит. Я уверен, выпадет Азимов, почему-то я уверен. Я клянусь, я клянусь, я не на сайте, я не на сайте. Я не хотел такой Азимов, я нормально Азимов хотел. Блин, вы что гоните какую-нибудь статрековскую АВП Азимов за 6 кресиков, да, хотелось бы? Да, который все окупит. Чего-то шляпа какая-то усатая. Давай. Вещь какая-то, которая добьет тебе до 800 рублей, ты откроешь последнее и все. Да? Вот такой расклад я. Кровавый спорт, 2500, да, детка? Но мы радуемся того, что мы потеряли 4000, но мы выиграем 2500. Нет, подожди, у нас есть два скина по 2500, и того-то уже 5000. Нам еще немножко добить, и будет, короче, кондишен самый тот, мы окупились. Ну, здесь есть контракты, и здесь контракты, и мы можем запихнуть, в принципе, чантика, можем запихнуть это, и все, короче, больше ничего не можем запихнуть, потому что... А может, рискнешь и кровавый спорт закинешь, потому что победник Азимов на крафт будет, а кровавый спорт можно и запихнуть. Давай попробуем. Ну, рискнем. Кто не рискует, тот не донесет. Да, все, я отправил все это в контракт обмена, и надеюсь, что сейчас нам выпадет что-то... О-о-о-о, е-е-е! Э, слышишь, мы, короче, шило на мыло обменяли, мы, короче-то... Но он нож. Мы немножко, ребят, мы немножко в минусе, но зато нож, мы сколько-то, рублей на 20 в минусе, да, но зато нож. А, ну да, на 20, на 20, да. Ну, я не считал, я просто на шару сказал, потому что не видел, сколько там изначально было баланса. Так, ну давай откроем засекреченное и посмотрим, добьем. У нас есть 500 рублей, можно открыть... Кстати, можно открыть кейс-дружко, с него всегда неплохо. Хайпанем немножечко. С него вроде неплохие скины выпадают. Ну, сори, два подряд ножа чувака выпало, охренеть. Ой, ой! Сесо, он накупился, он накупился. Забираем нож и уходим, пока ветер без камней, и забираем где-то это мой... Его тоже забираем, с кейса квантума выпало, вообще класс. Подтверждаем обмен, забираем ножичек. В принципе, это нож, мы обменяли. Мы не ушли в минус, как это возможно могло быть. Потому что в большинстве случаев ты просто в минус улетишь. Типа, тут даже в эмоциональном плане ты получил какой-то удовольствие. Удовлетворение, назовем это так. Моральное удовлетворение. Такое, конечно, в кейс-гоу тебе мало такое дарует. Типа, на тебе хороший скин, удовлетворись, человечишка. Удовлетворить свои грязные потребности в скинах кейс-гоу. Вот. Но в принципе, в принципе, неплохо. У нас есть два новых скина. Мы окупились, мы окупили баланс, ребята. Это здорово. В общем, с вами был Квантум и Джонни. Играли мы на сайте forcedrop.net. Заходите, играйте, выигрывайте. Ссылки на сайт будут в описании. И, ребятушки, не забывайте про лайки, не забывайте про подписку. И всем до скорых встреч, всем пока. Пока, ребят.